Захаровское поселение, деревня Хлюпина. Два месяца без горячего водоснабжения 30 домов. Отключением послужило несколько факторов. Один из них задолженность перед ресурсоснабжающими компаниями. С этими должниками мы будем разбираться отдельно. Будет развернута большая системная работа претензионная. Мы будем подавать в суд и, соответственно, через службу судебных приставов потом эти долги взыскивать. Но в любом случае жители, которые платят исправно и не допускают никакой просроченной задолженности, пострадать не должны. Поэтому горячую воду мы подадим, найдем сейчас средства и силы, чтобы закрыть перед «Газпромом» эту задолженность, разобраться и договориться с заводом «Стройполимер», чтобы здесь не было никаких отключений, каких-то сбоев в подаче горячей воды. Если обратиться к истории, завод в Хлюпино построили почти 60 лет назад. По соседству вырос и рабочий поселок. В то время численность населения превышала даже количество жителей самой деревни. В 2006 году населенные пункты объединили. Исторически так сложилось, что котельная, которая обеспечивает население горячим водоснабжением, находится на территории завода. Спланируем на будущее либо строительство новой котельной, которая закроет потребности только жилого сектора и наших социальных объектов, и не будем в дальнейшем получать горячую воду от завода. Либо построим большую котельную вместе с заводом для того, чтобы применять уже новые технологии и перейти от старого объекта на новый, который мы сможем сделать такими совместными усилиями и совместными финансовыми вложениями. На сегодняшний день в котельной проходят плановые ремонтные работы. Это стандартная процедура. И уже 15 июля жители 30 домов смогут пользоваться ресурсами в полном объеме. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...